Сегодня мы рассмотрим, каковы принципы многомерно-блоглинейного анализа. А также рассмотрим, как эти принципы реализованы в СПСС, поскольку между исходными принципами реализации в СПСС есть существенные различия. Для примера возьмем три признака. Семейное положение респондента, то, каким образом респондент добирается вместе со своим ребенком до развивающего центра, и то, кто, собственно, вводит ребенка в развивающий центр. Здесь ранговые и номинальные шкалы. Поскольку признаков три, то построить полноценную таблицу сопряженности мы не можем. Мы можем построить псевдо-трехмерную таблицу сопряженности, где третий признак будет выступать как слой, делящий ассоциации между остальными двумя признаками. Но, тем не менее, это неполноценная картина, и с ней работать менее удобно, нежели с картиной в виде профилей. Итак, вот профили, которые встречаются в нашей выборочной совокупности. Признак х, семейное положение респондента, признак у, способ которым добирается, и кто, собственно, вводит ребенка. Так вот, допустим, у нас х1, у1, з1, х1, у1, з2. Каждый профиль имеет свою частоту встречаемости. Почему все частоты не целые, а имеют пятерку после запятой? Потому что лог-линейный анализ прибавляет 0,5 по умолчанию к частотам. Это и в SPSS, и в других стат-приложениях. Эту величину можно менять, но по умолчанию она равняется 0,5. Для того, чтобы избавиться от нулей, поскольку с нулями работать теми методами, которые заложены в лог-линейном анализе, невозможно. правее представлены элементы, входящие в состав расчета итоговых коэффициентов, а точнее эффектов, значений эффектов. буквой В обозначены логарифмы разных величин.